Честный президент Не этот человек, а именно Путин, должен стать президентом. Мы здесь собрались, люди разных политических взглядов, но желающие одного – достойного будущего для России, построенного на честности, порядочности и законе. Слово предоставляется депутату Государственной Думы, фракции КПРФ, секретарю обкома партии Семагину Владимиру Александровичу. Дорогие друзья, нам не очень нравится, если мы приходим на базар и нас обвешивают. Или когда приходим в магазин и нам неправильно дают сдачу. Можно потерпеть день, второй, третий. Но когда это постоянно, можно развернуться и дать по морде таким фальсификаторам. То же самое происходит и на выборах. Обманули раз, обманули два, обманули три. Но когда это стало традицией, это уже перешло все пределы. Ведь давайте посмотрим, как Путин объяснил вот эти стопроцентные голосования. Это у нас традиция такая, всех слушаться и так голосовать. А в Мордовии тоже такая традиция. А у нас в Елюзане тоже такая традиция, когда наблюдателям, которые делают замечания, грозятся глотку перерезать, если они не заткнутся. А у нас в Тике, Ленинской и Первомайского района тоже такие традиции, протоколы переписывать. Вот поедет он в Европу, Путин. Он что будет, тоже объяснять, что у нас традиции такие, так проводить выборы. Это же просто позор какой-то. Дорогие друзья, наши победы происходят в сражениях. Первую битву мы с вами уже выиграли. Ведь давайте посмотрим, что происходит с правящей партией на Единой России. Ведь это оказался колосс на глиняных ногах. Вот уже несколько месяцев вы о ней ничего не слышите, ни с центральных каналов телевидения, нигде. И даже Путин сам стесняется говорить, что он кандидат именно от этой партии. И разногласий между нами с вами, мы вот собрались, наше общество здесь, на этой площади, намного меньше, чем разногласий между ними, тем, кто сегодня собирается во дворце спорта Пуртасы. Ведь они сейчас там как пауки и банки все перезерутся. И в ближайшее время мы с вами увидим процесс разложения этой партии, как оттуда побегут сначала единицы, потом будут кусками все разваливаться. Дорогие друзья, я желаю нам победы. Мы первый шаг к этой победе уже сделали. Я желаю, чтобы этих шагов, эти шаги у нас были как можно шире, а шагов как можно меньше. Удачи нам всем. Спасибо. Слово предоставляется Лузину Дмитрию от «Молодежного яблока». Я рад сегодня поприветствовать тех, кто пришел сюда, не побоявшись морозом, смог оторваться от манящего дуэта дивана с телевизором. Хочется отметить, что это прорыв. Наконец-то мы отошли от посиделок на кухне с бутылочкой 40-градусной, а то и парочки, с закрытой дверью, с навешанными окнами, травяя политические анекдоты и обсуждая власть. Я очень рад, что представители активного гражданского сообщества сегодня здесь, с нами, и всей душой против той ситуации, что сейчас сложилось в нашей стране. На выборы в Госдуму партии «Яблоко» несомненно пострадало больше всех, так как из-за краж голосов мы не смогли преодолеть себе процентный барьер. Хотя даже по Пензе результат у нас очень даже неплохой. На некоторых участках от 5 до 7 процентов. Мы не признали и не признаем выборов, того подобия выборов, прошедшие 4 декабря. После них мир в моих глазах перевернулся. Я понял, что волшебники бывают еще и жуликами, такими, как Чуров, главный фальшебник нашей страны, что максимум – это не 100%, а 146, как было в Ростовской области. А что «Карусель» – это не только детский аттракцион. А та ситуация, что произошла с подписью поддержку Григория Евринского, кандидата президента на выборы президента Российской Федерации, является политически мотивированной. Мы требуем зарегистрировать Григория Евринского в качестве кандидата в президенты. Это позиция более 2 миллионов граждан, которые поддержали его выдвижение. Мы настаиваем на регистрации Евринского, чтобы у думающих, неравнодушных граждан нашей страны был свой кандидат в президенты. Страна разделилась на два лагеря. Один лагерь – это ток тех, кто сфальсифицировал выборы, кто прикрывает это и те, кто поддерживает это. И согласен с этим. Вторая сторона – это те, кто хочет жить честно, по закону, требуя это от других, в том числе и от власти. Для чего это все, спросите вы меня. Я отвечу, для нас с вами, для наших родных, близких, наших друзей, для всех граждан нашей огромной страны. Нам нужно лучшее будущее, где каждый человек будет иметь право настоящего, услышанного голоса. Спасибо. От партии «Правое дело» слово предоставляется Лисину Михаилу. Уважаемые сограждане, именно так я хочу к вам обратиться, сограждане. Потому что сегодня здесь, сейчас, в этот мороз, в этот морозный день, я чувствую себя гражданином, гражданином великой страны. В последнее время в наши годы в стране к людям относятся, простите, как к электорату. И этот электорат имеют все. Вот в последнее время мы с вами наблюдаем, что мы становимся гражданами, гражданами великой страны. Именно этого боятся нерадивые чиновники. Гражданского роста самосознания. Они боятся не честных, открытых выборов, а боятся то, что мы станем свободными гражданами, свободной страны. И два слова о выборах, о честных выборах. Я думаю, что не только прозрачные урны, не только видеокамеры, но и люди должны стать основным мотивом этих честных выборов. Нельзя сварить суп без воды, нельзя сделать бифштекс без мяса. И демократические выборы не могут быть не честными и не прозрачными. Именно поэтому мы призываем всех активных граждан, приходите и становитесь добровольными помощниками и наблюдателями. Да здравствуют честные выборы! Долой нерадивых бюрократов и чиновников! Ура! От Ассоциации гражданский контроль слово предоставляется Николаю Овчинникову. В нашей стране почти 2 миллиона чиновников. Это огромная прожорливая армия, которую наняли для того, чтобы решать проблемы людей, но она решает только свои проблемы. Количество чиновников постоянно растет. Но с большинством задач эта армия как не справлялась, так и не справляется. С большинством нет, но с одной справляется всегда. Железно. Это задача сохранения своей власти. Власть чиновников ширится, становится повсеместной и безмерной. Главный способ, которым чиновники узурпировали власть у людей, это контроль всего избирательного механизма. Эти люди решили, что они знают лучше нас, что им больше позволено, но это не так. Единственное, что мы можем противопоставить чиновникам, это гражданский контроль. Граждане, я призываю всех стать наблюдателями на этих выборах, чтобы показать, что в нашей стране остались настоящие граждане, которым не безразлично их дальнейшая судьба, судьба их страны. Особенно обращаюсь к учителям. Учителя творят будущее в прямом и переносном смысле. Учителя входят во все избирательные комиссии. Если учителя не смолодушничают, не станут закрывать глаза на эти безобразия, которые творятся на каждых выборах, то люди смогут показать, на что они способны. Приходите, записывайтесь в наблюдатели, и мы дадим отпор этой чиновничьей беспределу. От группы «Росагид» слово предоставляется Струнин. Вчера меня в милиции предупреждали, что могут быть провокации, видимо, это первый из них. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Пенза. Я представитель группы «Росагид» Антон Струнин. Значит, расскажу вам о группе «Росагид». Во-первых, что хочется сказать в первую очередь. Мы не создаем какое-то новое политическое движение. Наша группа является группой сторонников, идей и гражданских проектов Алексея Навального. Мы хотим поддержать его инициативы для развития гражданского общества. Мы хотим увидеть становление нашего гражданского общества и хотим дать ему инструменты давления на власть. Этими инструментами являются такие проекты, как «Роспил», «Росвыборы», «Росяма», «Росагид». На примере «Роспил» поясню, что такое давление на власть. На нашем сайте, вернее, на сайте, созданном Алексеем Навальным, собирается группа людей. Кто-то из них является профессиональным юристом, кто-то является журналистом, который может помочь в освещении данной темы, кто-то просто является активным гражданином и энтузиастом, который может что-то найти, какие-то сведения о коррупционных преступлениях власти и предоставить на этот сайт. Юристы составляют правильные, с юридической точки зрения, жалобы. И все люди, любой гражданин страны, может подписать эти обращения, направить в прокуратуру, в милицию, написать открытое письмо президенту. Таким образом, мы будем добиваться того, чтобы закон в нашей стране соблюдался и чтобы свои функции чиновники выполняли. В данный момент более актуальна деятельность проекта «Росагид» и проекта «Росвыборы». Насчет проекта «Росвыборы». У нас в Пензе получается интересная ситуация. Была в январе создана ассоциация «Гражданский контроль», которая собственными силами выполняет функции, те же самые, что и проект «Росвыборы». Поэтому от группы «Росагид 58» мы рекомендуем обращаться и на сайт «Росвыборы», и в ассоциацию «Гражданский контроль», сайт «Пензовыборы». И те, и те являются профессионалами. Становитесь наблюдателями, заходите сегодня в палатку, записывайтесь в наблюдателя. Насчет деятельности «Росагида». Конкретно «Росагид» предлагает гражданам удобную площадку для агитации. Причем мы не придерживаемся определенных каких-то взглядов. И коммунисты, и либералы могут пользоваться нашей площадкой. На ней каждый может расположить свои агитационные материалы. Другой человек, который согласен с вами, скачает эти агитационные материалы, распечатывает на своем домашнем принтере и раскидает в подъезде свою агитацию. Таким образом, снизу, через народ, мы будем иметь свои средства массовой информации. Нам не нужны будут эти зомбированные телевизоры и радио. Сейчас, в данный момент, конечно, мы поддерживаем протестные движения. Потому что выборы 4 декабря были нечестными. И выборы 4 марта тоже предполагаются, что будут с большими махинациями со стороны чиновников. Мы считаем, что нельзя оставлять это... Нельзя помитинговать и разойтись. Необходимо встречаться до тех пор, пока нелегитимные государственные думы не будут распущены. Нельзя останавливаться на том, что мы достигли. И как будто власти нам пошли на уступки. Сейчас может показаться, что они исправятся. Не верьте им. Приходите на митинги до победного конца. Потому что то, что они совершили, это нельзя квалифицировать никак иначе. Это подмена протоколов. Это... Подмена протоколов. Это была измена Родине. Они, по сути дела, захватили власть мошенническим путем. И они все должны за это ответить согласно уголовным статьям Уголовного кодекса. Не буду больше отвлекать и занимать ваше внимание. Спасибо. От партии Яблоко слово предоставляется Кочеткову Тимофею. Добрый всем день участникам митинга. Сегодня я стою здесь и вижу, что наши ряды, ряды несогласных с политикой правящей партии, ряды, сомневающиеся в легитимности выборов 4 февраля, рядеют. В чем дело? Неужто появились сомневающиеся в пользу выражения своей гражданской позиции? Неужели кто-то думает, что если выражать свое мнение, то что-то изменится? Да, изменится, но не в пользу вас, обычных людей. Сейчас уже готов на низком старте законопроект о платном, среднем образовании. Положение, происходящее сегодня в стране, я воспринимаю аналогии заядлого курильщика, бросающего курить. Он не покупает сигареты, прячет, заменяет их леденцами. А мы митингуем, выступаем, пишем резолюции, но, к сожалению, мы слабеем. Лень, уныние, безысходность. Я не знаю причины, почему мы не стоим, не требуем от власти ответа. Также и курильщик, с каждым днем он разочаровывается в принятом решении. Нет, не закурим мы сегодня. Нет! Мы его прогоним позже! Секунду, подождите! Постоянное раздражение, рассеянное внимание. И вот курильщик забыл о цели бросить курить, стать здоровым, растить здоровых детей. Он тянется за очередной сигаретой и все его попытки на смарку, все дни, что он терпел, потеряли всякий смысл. Так и мы, с мучиливого согласия, растим рак своей страны и снижаем потенцию народа. Три недели назад я принял твердое решение стать не курящим. Я не терплю, не заменяю леденцами и не прячу сигареты, не смотрю зависти на собеседника своего с сигаретой во рту. Я рад, что я здоров. Я не враг своему организму и смогу растить здоровых детей. Да, может, не всем так просто, легко дано бросить эту пагубную привычку, но я не видел еще ни одного человека, который бы смирился, что ему суждено сдохнуть от рака легких из-за этих сигарет. Он обязательно продолжит свою борьбу, но позже. К сожалению, у нас не так много времени осталось до выбора президента, а в нашем случае до безальтернативного, безнаказанного царя всея Руси остался всего один месяц, и мы снова станем крепостными. Я прошу вас, агитируйте друзей, объясните знакомым, спорьте с коллегами, но донесите мысль, что баран в стаде права не имеет, пока мы не переродимся, пока мы не научимся защищать свою точку зрения, пока мы не станем разумными, мы не сможем, мы не добьемся справедливости. пастуху плевать в этом стаде. Я избавлюсь от риска заболевания раком. Теперь очередь моей страны. От правого дела слово предоставляется Мануйлову Евгению. Товарищи, подходите, берите чай, на улице холодно. Здравствуйте, друзья. Мне было велено пошутить для начала, но я старую свою шутку опять, потому что она всем понравилась. Мне очень радостно видеть здесь вот всех нас и красных, и белых, голубых я не вижу, меня это тоже радует. В прошлом году исполнилось ровно 20 лет с того момента, как Россия вошла в радикальные рыночные реформы. И я очень хорошо помню 19, вернее, 21 или 22 августа 91 года на этой же площади был мизинг. Также подогнали автомобиль, и с автомобиля выступали те, кто боролся с ГХЧП в Пензе. Это было 20 лет назад, и страна заплатила очень, я считаю, серьезную цену за демократию. Все те реформы, которые прошли в 90-е годы. Мы помним пенсионеров, которые шарились по помойкам реально от того, что нечего было кушать. Помним учителей, вообще бюджетников, которые месяцами не получали, годами не получали зарплату, и задерживались и детские пособия и так далее. Страна заплатила жестокую цену. И мы снова втягиваемся в эту ситуацию застоя, от которой мы так мучительно уходили. Золоченые ручки унитазов у некоторых, по 26 дворцов, ну и так далее, и так далее. Не надо это перечислять, это все все знают. Мы снова в это входим. И сегодня наступает переломный момент. Либо мы им позволим создать новую КПСС в самом худшем ее варианте, либо остановим этот процесс и вернемся все-таки к нормальным демократическим процедурам и к нормальным нормам, да. У меня все, поэтому я вас приглашаю записываться наблюдателями, не стоять в стороне, и мы вместе сможем их остановить. Слово предоставляется первому секретарю Пензенского областного комитета КПРФ депутату законодательного собрания Камневу Георгию Петровичу. Здравствуйте, уважаемые горожане, участники митинга, товарищи. Сегодня по всей стране параллельно с митингами за честные выборы проходят антиоранжевые митинги. В Москве он проходит на Поклонном горе всего, здесь у нас проходит в Буртасах. Поневоле задаешься вопросом, антиоранжевый митинг, он против кого? Участники митинга этих антиоранжевых говорят о том, что 4 марта к власти могут прийти оранжевые это самая большая опасность. Вопрос, кто же из кандидатов в президенты у нас оранжевый? Официально таких нет. Все либо от парламентских партий, либо олигарх, которые насмерть будут стоять за стабильность этой системы. Получается, что сегодня в стране специально раздувается миф о том, что к власти 4 марта могут прийти оранжевые. Для чего? Для того, чтобы консолидировать и мотивировать людей голосовать за Путина. Так что это вранье. Если же речь идет о насильственном захвате власти, тогда возникает вопрос. Почему же наша страна за последние 12 лет стала так слаба, что не может сопротивляться небольшой группе людей? И сегодня встает вопрос об оранжевой революции. Неужели за последние 12 лет мы потеряли полностью свою обороноспособность? А кто правил последние 12 лет? Путин значит он виноват в том, что у нас сегодня как он говорит созревает такая обстановка. Если же участники этих митингов и Путин боятся, что вокруг этих оранжевых идей или нового лидера объединятся миллионы людей, то это уже не оранжевый путь. Это народное восстание. Боится ли Путин своего народа в этом случае? Интересный вопрос. Но в любом случае получается, что в этом нагнетании обстановки по поводу оранжевой революции виноват Путин. Потому что либо он не смог за 12 лет обеспечить обороноспособность страны и небольшая группа людей может свергнуть власть, либо его политика стала причиной того, что миллионы людей объединяются против действующей власти. Поэтому единственным человеком, который сегодня стоит в центре и является главным дестабилизирующим элементом политической системы получается является Путин. А нам не нужен президент, который принесет в нашу страну дестабилизацию и хаос. Такой президент нам не нужен. Товарищи, участники митинга, 4 марта перед нами неминуемо станет вопрос о том, кому отдать свой голос. Сегодня здесь пришли люди небезразличные, те, которые обязательно придут на выборы и проголосуют. Поэтому с этой трибуны я хочу обратиться к вам и всем своим согражданам, как первый секретарь областного отделения КПРФ, как молодой человек, у которого есть семья, маленький ребенок, который думает о будущем в своей семье, своего ребенка. Я обращаюсь к вам с тем, чтобы проголосовать за Геннадия Андреевича Зюганова. Я очень кратко в трех тезисах скажу, почему я так считаю. Первое. Будет немедленно проведена реформа согласно программе кандидата президента Геннадия Андреевича Зюганова. Будет национализирована минерально-сырьевая база страны. Нефть и газ должны принадлежать всему народу. С этим спорить нельзя. В декабре будут приняты законы по поддержке малого и среднего бизнеса предприятий сельского хозяйства. Это то, что будет сделано в первую очередь. В декабре 2012 года будут проведены новые выборы депутатов Государственной Думы. Честные, прозрачные, с доступом для всех, с равными условиями. И, наконец, третье, может быть, одно из основных условий. Геннадий Андреевич Зюганов является самым опасным и самым авторитетным конкурентом Путину. Только он среди основных кандидатов способен победить Путина и освободить нашу страну от пут, связавших ее многие эти годы. Товарищи, еще раз обращаюсь к вам. Донесите до всех о том, чтобы нам необходимо сегодня объединиться и обязательно провести выборы честно, свободно. Приходите, записывайтесь с наблюдателями. Нам нужно, чтобы выборы прошли честно. Голосуйте за Зюганова. Зюганов наш народный президент. Спасибо. Спасибо. от Ассоциации Гражданский контроль слово предоставляется Беспалову Валерию Николаевичу. Здравствуйте, товарищи. Всем нам нужны честные выборы. Да или нет? Да. Все мы хотим, чтобы власть, которая презирает нас, ушла. Да или нет? Да. Все мы хотим, чтобы 4 марта выборы прошли честно. Да или нет? Поэтому я прошу вас всех записаться наблюдателями на выборах, которые пройдут 4 марта. Я хочу, чтобы 4 марта ничего не закончилось, чтобы был второй тур президентских выборов, чтобы во втором туре президентских выборов мы увидели Зюганова и Прохорова или кого-нибудь еще, но только не эту власть, которой нам 12 лет путают мозги и не делают ничего для народа. Приходите, записывайтесь с наблюдателями. Это можно сделать здесь, это можно сделать потом. У нас еще целый месяц, мы должны быть готовы к тому, чтобы выборы прошли честно. Нам нужны честные выборы. Да и нет! Дорогие друзья, я очень внимательно выслушал всех, кто выступал на прошлом митинге и сейчас. И действительно трудно не согласиться с каждым выступающим от каждой политической партии и от каждой организации, которая сегодня негодует, но я хочу сказать, необходимо объединить свои силы вокруг действительно высоконравственной, высокодуховной идеи построения общины в нашем обществе, о которой мечтали не только большевики в 17-м году, но лучшие умы человечества восходили на кресты и в пытках отстаивали эту идею. Я уверен, что на этих выборах 4-го марта и перед ними действительно коммунист первым объедет всю Пензенскую область и привезет ту газету, которую необходимо сегодня раздать людям и для того, чтобы их убедить. Спасибо, конечно, городу Пензе, которое поддержало именно здесь большинство тех процентов, которые голосуют и говорят, что нужно стране. Дорогие друзья, то, что сегодня произойдет в Москве. Это сегодня называется поднимание хаоса в стране. На этих выборах опять мы с вами увидим то, что мы с вами чувствовали и прошли 4-го декабря прошлого года. Вы знаете, есть два реальных сегодня кандидата, которые выйдут в финал. Это, конечно, при всем притом бывший член коммунистической партии Советского Союза господин Путин и нынешний коммунист Зюганов. Дорогие друзья, все остальное бутафория, которая сольет свои голоса в копилку Путина, как это было в свое время и генерал Лебедь, которому сделали 15% и в заключении он это слил в копилку господина Ельцина. Это мы проходили, это они сегодня могут делать в Москве. При любом запомните раскладе, который произойдет, и кто бы сегодня не пришел президентом в России, Москва не остановится. То брожение, которое началось там, оно будет продолжаться, будет подниматься, и этот хаос сегодня надвигается на страну. Я знаю одно средство, которое может противостоять этому хаосу, это идея. Высоконравственная идея, и поэтому здесь, на местах, бывшие члены, я их называю, но не коммунисты, Егоровы, Бочкаревы, Белозерцевы должны понять, что сегодня пришло время думать не только о своей доле, сегодня необходимо думать о стране и защите этой страны. Дорогие друзья, необходимо сегодня объединить еще раз свои усилия и напомнить, здесь, на нашей пензенской земле есть молодые, те пришли в партию, которые не ради какой-то карьеры, они пришли ради идеи, что каждый рожденный под солнцем должен иметь право быть человеком в высоком понимании этого слова. И если мы пойдем с этой идеей в своем сердце, мы обязательно победим. И это необходимо сделать. Здесь сегодня Среднее Боложье, Урал, Сибирь формируется то братство, которое обязательно победит. Счастье, здоровье вам и берегите. у нас все с вами впереди. Ура! Ура! Уважаемые товарищи, вашему вниманию предлагаются требования резолюции митинга. Отправить в отставку председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Расследовать нарушения на выборах 4 декабря 11-го года и наказать всех виновных фальсификациях. Предоставить всем кандидатам в президенты действительно равный доступ к средствам массовой информации. Обеспечить прозрачную и честную предвыборную агитацию и подсчет голосов избирателей. Предоставить премьер-министру Путину отпуск на время проведения выборов президента. Упростить процедуру проведения референдумов и регистрации партий. Вернуть выборность губернаторов глав администрации муниципальных образований. И я думаю все со мной сегодня согласятся что на сегодняшнем митинге мы выражаем общее недоверие этому правительству этому президенту и этой власти. Товарищи кто поддерживает резолюцию прошу голосовать. Против воздержавшихся нет. Принято единогласно. Товарищи в палатке вы можете записаться наблюдателями можно попить чаю и перекусить пирожком. сегодняшний митинг объявляется закрытым. Всем спасибо.